МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опятые лисички. Трофеи тихой охоты или опасность для здоровья? Калининградские грибники попадают в больницы с отравлением. Чат с чиновниками. В интернете появился сайт, на котором можно пообщаться с властью. Русский и узбек, братья навек. В Калининграде стартовал фестиваль дружбы народа в территории мира. Амфетамин в холодильнике. Калининградец пытался спрятать наркотики среди сыра и сметаны. Два миллиона за новую фигуру. Победитель столичного реалити-шоу рассказал калининградцам, зачем ходить в спортзал, как на работу. О том, что интересного произошло в городе в четверг, 13 августа, узнаете в ближайшие минуты. В эфире Первого городского служба новостей «Город». Меня зовут Николай Храмов. Здравствуйте. И главной теме. Кто на пляж, а кто в лес? Из-за аномальной жары калининградцы раньше обычного открыли грибной сезон. Первые грибы выросли еще на прошлой неделе. Тогда же были зафиксированы и первые отравления. Одно со смертельным исходом. С каждым днем количество пострадавших растет не только в городе, но и по всей стране. И уже насчитывает более сотни. Тему продолжит мой коллега Кирилл Попов. Ну, вот эти грибы. Наверное, их придется выкинуть, потому что часть из них, которую я съел, предоставила мне массу неприятностей. Не на стол, а в мусорное ведро. Избавиться от такого урожая Максиму Бармину не жалко. Ведь накануне грибы не пожалели его самого. Обычный ужин едва не закончился на больничной койке. Самочувствие Максима ухудшилось через несколько часов после приема пищи. Целый день у меня болел живот. Тошнота, рвота. Ну, все классические симптомы отравления. К врачу я не пошел. Пил активированный уголь. Я не думаю, что я мог собрать какие-то поганки, потому что я уже много раз собирал грибы. Скорее всего, их неправильно приготовил. Все же чаще травятся по незнанию, утверждают врачи. И называют пострадавших, как и грибы, сезонными. И если Максиму повезло, то две недели назад медики не смогли спасти 49-летнюю калининградку. Яд бледной поганки оказался смертельным. Симптомы отравления обычно проявляются через 6 часов. Это потливость, озноб, пастические боли в животе, в желудке. Ну, а далее в зависимости от того, какой действующий агент, какой именно яд попал в организм человека. Ну, в частности, бледная поганка, отравление характеризуется повреждением именно печеночной ткани, печеночной клетки. Там немножко другая картина. Там будет больше тошнота, боли в правом подреберье, слабость нарастающая, желтуха, возможно. В сочетании с алкоголем любые грибы могут представлять опасность. Навозники как раз из таких. Угрозу таят и так называемые грибы-двойники. Желчный похож на белый, но мякоть его при срезе розовеет. Ложные лисички можно распознать по шляпке. В отличие от съедобных, у ложных опят нет кольца на ножке. Отравиться можно и вот таким с виду обычным подосиновиком. Ведь вырасти он мог неподалеку от трассы. А значит, и впитать в себя много вредных веществ. Приобретая грибы с рук, покупатель вряд ли узнает, где и когда они были срезаны. Ответ один. Товар качественный и экологически чистый. Подтверждает это только честное слово продавца. А вот это не смущает. Мы торгуем здесь не первый год, и поэтому никогда у нас ничего не бывает. Все люди знают грибы и только продают те, которые знают. Вы знаете, мы сначала в первую очередь делаем себе в холодильничек, запораживаем. А потом... В холодильнике этой хозяйки полки ломятся от банок с грибами. Вот в настоящий момент я вам показываю под березовички. Маленькие, красивые, вкусные грибочки. А вот это белые. Это белый гриб. Тоже очень вкусный. Римма Павловна придерживается правил. Не знаешь – не ешь. Мало собрать. Главное – правильно приготовить. Некоторые дары леса безвредны лишь после варки и вымачивания. Это раньше можно было... Сорвал гриб в лесу, пожарил его и съел. Даже можно было есть сыроежка. Она той сыроежка. Ее можно было сырую кушать. А сейчас нельзя. Сейчас надо обязательно горячей обработки. Все грибы. Любой. 30 минут надо отварить обязательно. Либо дать скипеть в воде, чтобы она смыла все, да. Слить ее, чтобы супчик варить, по новой надо водички. А пожарить – вот, отварил минут 30, а потом можешь жарить. Покупать, не требуя документов. Собирать, не обладая знаниями. Готовить на скорую руку. Ежегодно в эту опасную игру «повезет, не повезет» играют сотни калининградцев. Но победителем может считаться тот, кто не принимает в ней участие. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Тем временем калининградские синоптики уверяют – в город лето пришло надолго. Правда, обещают в ближайшее время погода немного изменится. На Балтике станет прохладнее. В наступающие выходные еще стоит опасаться палящего солнца. И лучше провести их на пляже или у озера. Температура воды в заливах достигла 24 градусов. Море прогрелось до плюс 20. Температура воздуха по прогнозу также не менее 24 градусов. Такую погоду обеспечивает антициклон, центр которого установился над севером европейской части России. Ветер в эти дни ожидается в основном в восточной четверти. В выходные немного усилится в порывах до 12 метров в секунду. На предстоящую рабочую неделю синоптики обещают более комфортную температуру. Столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. После среды носите с собой зонтики. Калининградские метеорологи прогнозируют дождь. Однако жаркое лето еще вернется в область. Правда, ближе к осени. Ну а что еще, кроме изменения температуры воздуха, обсуждают калининградцы, расскажем в новостях короткой строкой. Коммуналка вырастет почти в три раза. Виной всему новые очистные сооружения. Хорошая экология стоит дорого, резюмировал директор водоканала Александр Ивашенко. И успокоил, если часть денег на содержание очистных возьмет на себя город, плата может стать ниже. Внимание водители! Из-за дорожного ремонта с 20 августа и по 1 октября на улице Тельмана вводится одностороннее движение в направлении от Александра Невского к улице Островского. Объезд возможен по Льва Толстого. В ближайшее время здесь появятся ограждения и предупреждающие знаки. Калининградцам предлагают поучаствовать в жизни страны. В интернете появился специальный сайт для общения населения с властью. На портале будут размещать конкретные предложения чиновников, учреждений, предприятий и других органов власти. А с помощью кнопок «Моя страница» и «Добавить новость» все желающие смогут самостоятельно размещать и редактировать статьи и даже организовывать онлайн-совещания и встречи. Планируешь поездку в Литву? Будь готов раскошелиться. Власти Каунаса намерены ввести налог на проживание туристов. За каждые сутки по половине евро. Отметим, аналогичный сбор уже действует в Берштоносе, Друскиненкае и Паланге. О введении налога подумывают также и в Вильнюсе. В Калининград приедет Евгений Цыганов. Актер нашумевшего сериала «Оттепель» станет гостем кинофестиваля «Короче». Напомним, в этом году показ короткометражных фильмов пройдет уже в третий раз. В программу войдут 50 картин. Стартует киномарафон 21 августа. Дружить народами. Сегодня, 13 августа, в Калининграде открылся ежегодный фестиваль «Территория мира». В этот раз представлять традиции и культуру своих народов будут 10 коллективов. Географию мероприятия расширили Кипр, Таджикистан, Индия и Турция. По словам организаторов, повторений еще не было. Каждый год фестиваль получает новый колорит. Каждый день праздника определяет одна из четырех стихий. Первый – «Земля». Покровитель Московского государственного театра танца «Кжель» и киприводского коллектива «Зидрос». Артисты перед выступлением встретились с журналистами, чтобы рассказать о подготовленных шоу. Зарубежные гости поделились. Такой фестиваль дает возможность познакомиться с обычаями Кипра. Интересно, что все участники коллектива – непрофессиональные танцоры. Мы участвовали во многих фестивалях в Европе и по всему миру. Но мы впервые в России. Калининград покорил нас красотой и гостеприимством. Коллективы участники также познакомят посетителей фестиваля со своей национальной кухней. Угощение ждет гостей днем. В это же время открытый ярмарка народного творчества «Город мастеров». Кроме того, подготовлена своя маленькая территория мира для детей. Открытие ярмарки в 12.00. Начало концерта в 19.00 ежедневно в пятницу, субботу и воскресенье. Сразу после короткой рекламы смотрите в продолжении нашего выпуска. Амфетамин в холодильнике. Калининградец пытался спрятать наркотики среди сыра и сметаны. 2 миллиона за новую фигуру. Победитель столичного реалити-шоу расскажет калининградцам, зачем ходить в спортзал, как на работу. Не ищут место под солнцем. Еноты спасаются бегством от жары, а бурый медведь устраивает себе прохладные ванны. Об этом и не только, сразу после короткой рекламы. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Зрители первого городского телеканала помогли найти велосипедного вора. Двухколесный транспорт был похищен месяц назад из торгового центра. Камеры видеонаблюдения смогли записать внешность злоумышленника, после чего видео оказалось в нашей рубрике «Место происшествия». Спустя несколько недель зрители опознали подозреваемого и сообщили в полицию. Им оказался 24-летний безработный калининградец. Он признался, что украл велосипед и продал его. Теперь полиция разыскивает похищенное имущество. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Появились новые подробности аварии, которая произошла в Правдинске. 7 августа 29-летний житель поселка взял автомобиль своего товарища и упал на ней в реку Лава. Как выяснилось, днем ранее друзья отмечали день рождения. Наутро виновник аварии вместе со знакомой решил съездить в магазин и без спроса взял машину друга. В итоге он уснул за рулем, сбил придорожный столб и упал с моста в реку. Из воды водитель и пассажирка выбрались самостоятельно, но с многочисленными переломами и ушибами. Полиция возбудила уголовное дело по факту угона машины. В среду вечером на южном обходе возле ТЭЦ-2 водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара машину выбросило на встречную полосу. О судьбе водителя до сих пор ничего не известно. Овощи, сметана, сыр и амфетамин. Во время обыска у калининградцев в холодильнике обнаружили наркотики. Среди продуктов было спрятано около 150 пакетиков с амфетамином. Полиция возбудила уголовное дело. Участники и работники социальных служб провели рейд по неблагополучным семьям. В этой семье мы наблюдаем то, что необходимо оказывать помощь маме. Семья нуждается в социальном сопровождении, состоит на социальном патронаже в Центре помощи семье и детям. Проверяют все, работают ли родители, убрана ли постель, есть ли еда в холодильнике. Как отмечают участковые, на данный момент дети не устроены в садик. Социальные службы поставили семью на учет. Павел Ткачев, служба новостей, город. И к другим темам. Центральный рынок реконструируют, а заодно и изменят дорожную схему. Как сообщает пресс-служба рынка, прежние торговые точки преобразятся в комплексный маркет с многоярусной парковкой. Трафик у базарных рядов станет плотнее, а значит нынешняя транспортная схема не годится. Демонтаж павильонов начнется в конце 2016 года. Тогда же планируется изменить дорожное, транспортное и пешеходное движение. Сейчас рассматриваются три варианта. Открыть двустороннее движение по улице Пролетарской от Озерова до проезда Озерный. Сделать движение круговым на перекрестке улиц Пролетарской, Баранова и проезда Озерный. Открыть перекресток для одностороннего движения по улице профессора Баранова от Горького в сторону Пролетарской, добавив парковочных мест с правой стороны проезжей части. Изначально подготовили пять проектов реконструкции рынка. Их объединяет одна общая идея – разделить продовольственную и промтоварную части торгового комплекса. Они перетягивают многотонные грузовики и месяцами живут в полной изоляции. А их собеседники – только редактор и съемочная группа. С нежелательными килограммами расстаются сотни людей, но только самые смелые соглашаются худеть под прицелом фотокамер. На днях свое имя в число телепроектов о похудении вписал и Калининград. В реалити-шоу «Взвешенные люди» победил наш земляк Петр Васильев. Почему люди соглашаются худеть в прямом эфире и удается ли им сохранить форму после проектов, расскажет моя коллега Ольга Захарова в следующем материале выпуска. Клянусь самому себе стать опять полноценным человеком. Я обещаю самому себе, что я стану стройной. Клянусь приложить 100% усилий. Превозмогая боль и лень, трудиться над собой. Хватит быть толстым, надо быть успешным, здоровым. 155 килограммов – 100% усилий. Клятва, которую Петр Васильев произнес перед миллионами телезрителей, он дал прежде всего самому себе. 28-летний калининградец на проекте похудел на 57,9 килограмма. Было тяжело, но в борьбе с лишними килограммами он ни разу не сдался. Ставки были слишком высоки. Больно было, да, несколько раз там. Очень сильно болела нога. Был сильный насморк, большая температура на первой неделе была, да. Но чтобы я там на что-то сорвался, или я дал себе какую-то слабину, такого нет. На финальном взвешивании весы остановились на отметке 97 килограммов. Эта цифра и принесла Петру главный приз – 2,5 миллиона рублей. А вместе с блестящим результатом – хлопоты по избавлению от гардероба 4XL. У моей мамы есть приятель, который имеет проблему лишнего веса. Непонятно, почему он так обрадовался, да, когда я похудел, он обрадовался этому событию, смог попросить гардероб. Я с удовольствием ему отдал, но пожелал ему тоже похудеть и кому-нибудь передать. Это огромное количество, огромных вещей тоже куда-нибудь дальше. Изнурительные диеты, перетягивания грузовиков и пивных кегов остались позади. Сейчас Петр 5 раз в неделю занимается кроссфитом и полностью отказался от сладкого. Сейчас молодой человек думает о том, как привлечь к делу похудения других людей. Скажите, гири – это для крепышей? А вот и нет. Это национальная русская забава в сочетании с правильным питанием – верный путь к похудению. С помощью этого тяжелого снаряда калининградец Михаил Бабушкин похудел на 123 килограмма за год. И теперь именно под его руководством худеют участники проекта первого городского телеканала «Мы решили похудеть». Мы будем ходить, мы будем бегать, мы будем заниматься с гирями, мы будем правильно питаться. Вы готовы? Я готов. У нас гири начинаются от 4 килограмм и каждый себе может подобрать тот вес, с которым он будет легко справляться и поднимать большое количество раз. Именно это и имеет основу похудения. Затрат калорий идет большая. Отказы в работе, крах личной жизни. Ничего не остается за кадром, потому что каждый участник знает – лишний вес – это проблема. И в проекты стремятся попасть любой ценой. Таких упражнений я могу выполнить, ну, пожалуй, минутки три. Дальше у меня у самого не хватает сил. Я не знаю, каким чудо-образом с этим справляются герои. Они потеют, они плачут, они срываются. Они пытаются там ухватиться за булку, но все это им запрещено категорически. За два сезона на проекте первого городского канала с лишним весом попрощались пять человек. Около 80 килограммов остались позади. Кстати, уже 25 августа в 20.00 вы узнаете, какой танец поможет похудеть Максиму и Наталье. Отважным участникам третьего сезона телепроекта «Мы решили похудеть», которые решили попрощаться с лишним кило под прицелом фотокамер. Ольга Захарова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. В солнечные дни человек счастлив вдвойне, уверяют психологи. Калининградцы готовы это подтвердить и делятся своими хорошими новостями. Солнце светит, небо чистое, лучистое и, главное, мирное. Хорошие новости. Иду на лечебные процедуры. В обеденный перерыв стараюсь себя еще немножко подбодрить. Я приехал из Сибири буквально неделю назад. Город безумно красивый, мне очень сильно это нравится. Зарплата скоро. Настроение хорошее, погода хорошая. Все прекрасно. А я переехала после ремонта в свою квартиру. Ну я просто жизнь люблю. У меня все хорошо всегда. Если вы стали свидетелем интересного события и даже успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, с которыми мы успели вас познакомить к этому часу. Как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи.